Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала, с вами канал FUK Так друзья, что продолжаем наш дневник трейдера, короче Я тут немножко уже посидел, поанализировал, посмотрел, да Смотрите что у нас происходит, у нас цена подошла к этому уровню, причем на V-образном формировании Да, был у нас пробой этого уровня, потом цена дошла до этого, ложное пробитие И сейчас вот уже несколько дней откатывается и резко, дерзко подходит у нас к этому уровню и делает его пробитие Переключаемся на часовичок, смотрим что здесь происходит Здесь вот данная картина, идет такое у нас пробитие этого уровня, да Причем смотрим на часовике, формируется у нас четко выраженная наша моделька пробития, да Но к сожалению по модели пробития у нас стоп-лосс должен был быть здесь Да, но обратная свеча его пробивает, а потом идет назад, да То есть стоп-лоссы надо ставить хотя бы за соседнюю свечу, на эту же свечу ставить Стоп-лосс, не знаю, не нормально мне кажется Да, маленький стоп-лосс 5 пунктов, то есть по старым пунктам 5 пунктов Даже тогда не работали с такими стоп-лоссами Вот, ладно, поехали вниз, да Здесь началась консолидация, распил какого-то уровня Давайте посмотрим какого, а, ну понятно, круглого 0.9 0.9.3.0, как мы видим, причем он и здесь вот был, да Касалась цена несколько раз, но он какой-то не есть сильный Он есть, но сильным он не является, потому что с легкостью его здесь на импульсе пробили Да, потом подошли, легонечко отбились и потом уже цена себе спокойно ушла вверх Тут точно так же мы видим, с легкостью его пробили на импульсе Дальше тут наборчик позиций, причем снизу под уровнем, ну да Как бы видим, что у цены есть затруднение выхода наверх, да То есть легенько она как-то выходила И дальше опять идет вниз Ну, то есть все свидетельствует у нас о том И вот эти вот красивые, красивые бары, большие, часовые по 200-250 пунктов Свидетельствуют о том, что у нас, у нас в инструменте сейчас присутствует большой продавец, да Вот, и мы хотим прокатиться вместе с ним от этого уровня И вот у нас, смотрите, еще как бы большой барчик, такой 160 Да, вот, в принципе, у нас сейчас тут формируется обратный ложный пробой, да Ложный пробой, вот С десятью пунктами стоп-лоссом Можно было бы, конечно, попробовать войти и забрать Один к трем хотя бы Ну, что-то такое формируется, конечно, формируется О, и колется, и болется, как говорится Вот, но опять же Опять же И есть информация у нас на На этот самый На пробой, да То есть вот, видите Опять эта свечечка формирует Этот барчик формируется, маленький пробойный После него потом идет импульс И импульс пробивает у нас уровень И сейчас цена уже ниже этого уровня Да, от этого уровня у нее должен Может быть очень хороший импульс Причем будут сейчас новости Ждут новостей Да, что мы можем сделать Мы можем зайти С тридцати пунктовым стопом И попробовать взять движение Вот такое большое Почему? Потому что вот Первое, что может остановить Это вот здесь Уровнек на 700 Да? Вот Ну, а вообще нам на 900 надо Да, выключься ты, новость ты дурацкая Что там такое? А где музычка моя? Так, сейчас я вам покажу Вот наша цена Сейчас возвращается Приближается к уровню Вот где сильный уровень И он как раз На 1050, да? Вот где сильнейший уровень Эти уровни были тоже, да? Но они такие промежуточные Как мы видим Они все разрезанные Разрикошетенные А здесь вот точно Два бара копейка в копейку И цена резко отбивается От них вверх Вот этого уровня надо бояться Кстати Кстати, я его проведу Да? Формация Причем вот где у нас была А то уже там было Сложненьким пробойчиком, да? Вот где у нас была формация Этого Этого уровня Что у нас там? Лоу показывает Лоу у нас 0.7 764 Так и добавим Алерт И это у нас Красный уровень 0.7 764 Вот он у нас Этот уровень Был сформирован Потом, видите, было Копейка в копейку Потом ложное пробитие Потом опять копейка в копейку И вот здесь почти Копейка в копейку То есть вот этого уровня Нам надо бояться, да? То есть вот сейчас У нас самое то Самое то Чтобы войти На пробитие Этого уровня Хотя немножко опасновато Я вам скажу Потому что Как мы видим Извините Как мы видим Не было пока что Касаний, да? То есть не было Не было тестов уровня Это первый тест А на первом тесте Блин, такое себе Входить на первом тесте Опасненько Цена может и пойти И обратно к этому Вообще, может Сейчас тут мы знаем Да, что у нас Любят Любят Сейчас походить В канале, да? Инструменты То есть Как бы Могут сейчас Закрыть в канале И размазывать Сейчас Давайте на более мелкий Таймфрейм Перейдем Посмотрим Что там На более мелком Таймфрейме Так На более мелком Таймфрейме Мы видим Следующую картину Видим картину Что цена Села под уровень И смотрите Копейка в копейку Бьется в уровень На 15 минутке Да? То есть Сложный пробой Ложный пробой Ложный пробой Ложный пробой Закрывалась Полностью Полностью Снизу Полностью Снизу Закрывалась Под уровнем И вот сейчас Опять Пробой Да? Опять же Если цена У нас Закроется Сейчас Под уровнем И вот такой Вот барчик Маленький Это у нас Только свидетельствует О том Что будет Обратный Обратный Ход Это наша Модель Модель Пробития Да? Маленький Такой Бар Это что У нас 15 минутка Кстати Сейчас Должна Обновиться И может Не Получиться У нас Да? Ну Вообще Конечно Опасновато Опасновато Одно Только Радует Что это У нас Такое В-образное Движение Сильное Да? То есть Вот Цена Отсюда От этого Уровня Пришла Вверх Да? И сейчас Так же И уходит То есть Как она Раз Два Три За три Дня Она Пришла Сюда Тут Хай Обновила И Сейчас Раз Два Три За три Дня В принципе Может и Вернуться И обратно Вот Как мы Видим Здесь Вот У нас Что-то Такое Было В районе Этого Уровня Кстати Кстати Это Он И Есть Да? То есть Цена Дошла До Этого Уровня Отбилась Сейчас Может быть Легкий Там Откат И Потом Опять Продолжение Движения Но Как мы Видим Импульса На продажу После После Пробоя Уровня Нет Ну 75 Пунктов Это Очень Слабенький Импульс Да Такой Импульс Могут Даже И Обычные Трейдеры Создать Так На 15 Минутки У нас Формируется Бар Обратного Хода Да Бар Пробития Уровня И По идее И по идее Сейчас Цена Должна Пойти Обратно Будет Ли Импульс Будем Посмотреть По другим Инструментам Пока что Тишина Евро Доллар Вот Первый Подошел К уровню Сегодня Давайте Еще На Более Мелкий Таймфрейм Переключимся И посмотрим Еще Более Детально Ну На Более Мелком Таймфрейме У нас Просто Как бы На Пятиминутке Да У нас Консолидация Идет С ложными Пробоями Ложный Пробой Ложный Пробой Ложный Пробой И Сейчас Если Вот Это Будет Ложный Пробой То В принципе Можно Сказать Что Что У цены Нету Силы Да Нету Импульса Чтобы Идти Вверх Потому Что Столько Ложных Пробой Но Опять же Нету Импульса Чтобы Идти Вниз То Сейчас Нету Ни Продавца Ни Покупателя Я Не знаю Может Все Ждут Новостей Да Какая Новость Выйдет И Тогда Уже Хорошо Ух На Новости Пойдут Может быть Да Но Как Мы Видим Вот На Минутку Если Переключиться Во Первых Вот Такие Бары Это Говорит О Том Что Нету Нету Продавца Да То Закончилось У нас Шортовое Движение Да Причем Тут Вот У нас Цена Вернулась Сюда Тут Как Бы Открылась У Нас Открылась У нас Сложное Пробитие Да И Вот Она Себя И Отработала На 30 Пунктов И Опять Барчик У нас Крестиком Закрывается Да То есть Тоже Показывая Что Нету У нас Шортистов Нету У нас Дальше Импульса На Шорт У нас Крестик Происходит Ну Ну Вот Цена Уже Выходит Потихонечку Себе Над Уровнем Становится Но Опять же Она Сюда Ходила Будет Ли Перехай Ближайший Перехай Да Вот Это Надо Смотреть Если Сейчас Будет Перехай Да Вот Этого Уровня Это Вообще Как Маленькие Уровни Но Все Равно Как Бы Не Было Они Были Вот Причем Видите Зеркальненький Уровень Был То Есть Тут Цену Что-то Остановило Она Себе Тут Поколбасилась Потом Все-таки Пробила Да И Потом Тут Цену Что-то Остановило То Есть Это Уровень У нас 08 820 19 Да Вот Будем Смотреть Пойдет Ли Цена Не Пойдет Или Это Опять Очередное Ложное Сложное Пробитие Которое Сейчас У нас Пойдет Вниз Но Вообще От Этого Уровня Я Был Я Был Очень Хотел Продаться Вот Мне У меня Просто Чувство Такое Чуйка Внутри Что От Этого Уровня Мы Дальше Пойдем Вниз Причем Тут Есть Куда Лететь Хорошо Так Красиво Есть Куда Лететь Но Опять же Цена Вполне Вероятно Может Пойти В другую Сторону Причем Что Вот Здесь Вот С Небольшим Десяти Пунктовым Можно Войти На Ложное Сейчас Как Мы Знаем Ложное Восьмидесяти Процентах Отрабатывается Вот Смотрите Здесь Здесь Вот Похоже Что-то Было Да Давайте Посмотрим Тоже Кстати Десяти Процентный Десяти Пунктовый Смотрим Раз Цена Сходила Потом Пошла Обратно Потом Сходила Три К Одному Да То Какова Вероятность Что Здесь Вот Сейчас Не Формируется Такая Же Модель Это Никакой Вообще А Вообще Мы Мы Сейчас Должны Входить Потому Что АТР У Нас 150 И У Нас Вот Этот Бар Пролетел Кстати 150 То Есть У Нас Все Предпосылки К Входу На Ложное Пробитие Все Предпосылки И Почему Я Не Вхожу Я Небольшой И Сейчас Самое Время Входить У нас На Ложное Пробитие Наверное Так И Друзья И Сделаю Я Сейчас Попробую Отработать Ложное Пробитие Причем Что Цена У Нас Сейчас В Хорошем Положении Цена Вот Только Только К И Посмотрим Как Выглядит Наша Модель Ничего Мы Опять Не Путаем Вот Как Выглядит Наша Модель Должно Быть Расстояние Больше Одного АТА До Уровня Тоже Точно Тоже У нас Произошло Что На Картинке Цена Смотрите Как Красивенько Подходила Больше Одного АТА Она Прошла Вниз Полтора АТА Развернулась И Сейчас Заходит Вверх Так Почему Нам Здесь Не Отработать Эту Нашу Модель Погодите А то Я Алерты Создаю Новый Ордер На Бай Вот Тейк Профит У нас И Стоп Лосс 100 На 300 Да Чуть Ниже Уровня Давайте Перейдем На 15 Минут Куда Бы Поточнее Посмотреть Сколько У нас Тут Да В районе 10 Новых Пунктов Сейчас Вот Это Тоже Проблема С Этими Новыми И Старыми Пунктами Это Такой Головняк Я Вам Да Есть 100 А тут У нас А тут У нас Есть 300 Ну Все Хорошо Друзья Будем Потихонечку Сидеть В позиции Если Будут Какие Новости Буду Включаться Потому Что И так Уже 16 Минут Видоса Вот Если Будут Пока Буду Сидеть В позиции Я не Буду За ней Сидеть И Наблюдать То есть Я Буду Себе Наблюдать У меня Прибыль В пунктах Стоит Вот Если Буду Наблюдать За пунктами Ходя Смотря По Других Валютных Парах Что У нас Происходит На Других Тут Валютных Парках Что Это За Какие То Уровни У меня Сами По себе Появляются И Пропадают Что Это Сейчас Были За Уровни Какие Оп Опять Видите Красненькие Резко Переключаюсь Они Пропадают Вот Видели Опять Какие То Уровни Оп И Пропадают Да Вот Сейчас Видно Эти Уровни То есть Я мышкой Не двигаю Да Оп Сейчас Пропали Что Это За Ерунда Кто Это У меня Тут Какие То Уровни Проводит Мне Мне Александр Михайлович Подсказки Шлет Где Правильные Уровни Должны Быть Ладно Друзья Хорошо Ставлю я На паузу В рынок Вошли Торговля Будем ждать Будем ждать Буду Лазить По Другим Валютным Парам Смотреть Анализировать И включаться В интересные Моменты Так Друзья Смотрите Какая Интересная Ситуация У нас По Инструменту Фунт Австралии Британский Британский Фунт Австралийский Доллар У нас Ситуация Какая Красивая У нас Было Пробитие Уровня 86 527 Да Видно Как Красиво Его пробили Потом Обратный Подтверждение Ложным Пробитием Потом Смотрите Как Красиво Вообще Какое Было Ложное Пробитие Красиво И как Можно Было Здесь Тоже Хорошо Заработать С минимальным Стоп Лоссом Да Смотрите Вообще Ушко Маленькое Какое Хорошее Движение Вот Ложное Пробитие Потом Опять У нас Был Подход К уровню Отход Потом Было Пробитие Да С формированием Смотрите Двойной Вершины Да Ну Как бы Вот этот Хвостик Обычно Не берут Да Если Идет Одним Баром Ложное Пробитие Двойная Вершина У нас 850 Пунктов Да И У нас Уже Было Сформировалось Плечико Да Даже Вот так Вот Оно Вот Лучше Видно Что Здесь И формируется Зеркальный Уровень То есть От Вот Этого Бара Да И смотрите Раз Два Три Четыре Не могли Пробить Этот Уровень Зеркальный Зеркальный Да Плеча Двойной Вершины То есть Вот это Называется Так называемое Плечо Двойной Вершины Да Двойная Вершина У нас На 800 Пунктов Вот Не было Отработки Еще Даже 50 Процентов Почти Подходили К 400 Но Можно Сказать Что Была Отработка 50 Процентов Где-то 45 Процентов И Вот Такое Бывает После Двух Вершин Что Цена Формирует Такое Плечо Потом Немножко Плечо Сверху И Потом Обратно Происходит Уже Хорошее Движение На 70% Где-то Цены Вот Вероятность Того Что Здесь У нас Сегодня Произойдет Движение Вниз Тоже Очень Высоко Как Мы Видим Этот Уровень Тяжело Цене Дается Да То Как Он Давался Тяжело Сюда Только С третьего Раза Смогли Пробить Да А Обратно Он Дается Еще Тяжелее Было Пробитие У нас Формирование Двух Вершин И Все Равно Толкают Вниз То есть Присутствует Продавец Присутствует Здесь Продавец По этому Инструменту Вот И Толкает Цену За Уровень То есть Вероятность Того Что Сегодня Опять У нас Затолкнут Ее Хорошо Вниз Тоже Высока Смотрите Одно Пробитие Второе Касание Третье Пробитие Четвертое Пробитие Пятое Пробитие И все Равно Толкают Под Уровень Цен Вот Поэтому Вероятность Того Что Цену Начнут Дальше Толкать Под Уровень Тоже Очень Высока Причем Здесь Тоже Можно С небольшими Стопами Зайти Выше Вот этих Хайов Где-то С 20 Пунктов Ну Сейчас Уже Это 30 Пунктов Стоп Лосс На Продажу На Шорт Можно Уходить Смело До Грани Нашего АТАРа То С 30 На 900 Вот Как Раз К Низу Нашего АТАРа И Как Раз Первое Такое Серьезное Препятствие Это Вот Как Мы Видим Как Раз Где-то И Где Будет Наш Тейк Профит Стоять На Пунктов Вот От Нашего Входа То Есть Почему Бы И Нет Почему Бы И Не Попробовать Тоже Здесь Поторговать Тоже На Шорт Войти Хорошо Себя Инструмент Показывает В данной Ситуации Вот Идет Идет Поджатие К уровню Вот Поставил Я Алерт Как Только Подожмется Поближе К уровню Чтобы Войти С Минимальным Стоп Лоссом Зачем Мне Вот Этих Тут 13 Пунктов Ловить Если Цена И так Вот Она Уже Приближалась К уровню Давайте На 15 Минут Перейдем Чтобы Более Детально Было Видно Вот Видите Пытаются Пытаются Ложное Пробитие Но Все Равно Цену Загнали Под уровень И Все Равно Толкают Ее Вниз То Сейчас Посмотрим Тоже Себе Я Запишу На Лист Поставлю И Буду За ней Сегодня Следить За За Этим Инструментиком Буду Следить Тоже Такая Ситуация Очень Интересная Вот По По данной Валютной Паре Ладно Ставлю Ставлю На паузу Друзья Ставлю На паузу Потому что Нету Смысла Затягивать Видео Вот Интересные Моменты Вам Буду Показывать Да То есть Вероятность Того Что Цена Пойдет Вниз Очень Высока Потому что У нас Двойная Вершина Не Отрисовалась И потому Что Вот Не Пускают За Этот Уровень У Нас Цену Не Пускает Поэтому Вероятность Вот Она Видите Как Ходит В этом Канале Средины АТАРа Вот Смотрите Как Четко Индикатор АТАРа Проводит Серединку Да И Вот Это Уровень У Нас Поддержки Идет И Вот Цена Колеблется В этом Уровне Поддержки С Открытия Рынка Да Вот Но Пока Что Никаких Импульсов Серьезных Нет Хотя Опять же Это Как Как Считать Импульс 180 Новых Пунктов Да Для Нас Это Раньше Был Тейк Профит Вот Сейчас Немножко Мы Поменяли Свою Модель И Вообще Как Если Здесь Посмотреть То Сформировалась Моделька Ложного Нашего Пробития Не Совсем Такая Какая Она Должна Быть Но Что То Очень Похожее То То Если У нас Цена Вернется В этот Диапазон Отсюда Можно Будет Пробовать Входить С 20 Пунктовым Стоп Лоссом Да С маленьким 20 Пунктовым Стоп Лоссом Вот Друзья Что Я Сделал Я Поставил Алертик Еще Один Здесь Да Чуть Пониже У меня Два Алерта Есть Я Себе Один Поставил На Уровень Да А Другой Поставил Чуток Чуток Ниже Уровня Да Если Цена Сейчас Вернется В этот Диапазон Будем От него Работать На Продажу Вот Все Пока Ставлю На Паузу Посмотрите Друзья Какая У нас Очень Красивая Ситуация По Норвежской Кроне Да На Прошлой Неделе Норвежская Крона Это Пара У нас Норвежская Крона Японская Ена Да Крона Ена Вот Получается Что у нас Здесь Произошло У нас Здесь Произошло Даже Если По меньшей Голове По меньшему По меньшему Дну Да Смотреть Потому что Обычно По большому Дну Меряют Где-то Вот так 1400 Пунктов Но Давайте По меньшему Так Чтобы Себя Не кормить Фантазиями И иллюзиями Да То есть Вот у нас Тут где-то 750 Пунктов Вот И дно Только Отработало Себя На 200 Пунктов То есть 750 Это 350 Это у нас 350 Это у нас Половина А так Как мы знаем Что где-то 70 процентов Отрабатывает Это Это Порядка 500 Да То есть Цена Где-то Должна Убежать Вот сюда В этот Диапазон Вот И тут Можно Будет Поработать 350 Пунктов Попробовать Взять Если Будет Вход У нас От Этого Уровня Переключимся На часик Чтоб Было Более Видно И что У нас Здесь Видно Видно Вот что Цена Ударялась В этот Уровень Да После После Получается Пробитие Этого Уровня Был Хороший Рост К Этому Уровню И тут Немножко Отбилась Цена И пошла Пошла вниз Но сейчас Опять Начинает Начинает Ити Потихоньку Вверх Да То есть Не пускает Ее Ничего Вниз Тут Вот видим АТР Поддержал На старте Она сразу Рванула Вверх Немножко Еще А сейчас Вот Маленькими Барами Маленькими Барами Подходит Под Под этот Уровень Вероятность Пробития Будет У нас Скорее Всего Потому что Получается Продавца У нас Нету Вот Как мы Видим Да Был Продавец Какой-то Были У нас Тут Какие-то Резкие Движения Да По валюте По этой По этому Инструменту А сейчас Получается У нас Нету Здесь Продавца Хотя Опять же Кто-то Что-то Да Продает Вот Но Больших Баров Нету Посмотрим Как себя Поведет Цена А вообще На покупку Вот этого Уровня Если не Будет Формирования Опять же Смотрите Как красиво Как красиво Себя Отрабатывает На На Этой Паре Модель Ложного Пробития Смотрите Вот Сформировалась У нас Модель Ложного Пробития 40 Пунктов Да И 120 Пунктов Забирается До этого Уровня Как раз Вот Друзья Красивенько То есть На этой Паре Можно Смотреть То есть Работают Юрины Модели Да Работают Юрины Модели А вообще Вот Вот эта Модель Да Вот эта Модель Как Ложного Пробития Да Ложное Сложное Пробитие Двумя Барами Если Ее Посмотреть На более Мелком Таймфрейме То это Будет Та 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 Двойная Вершина Да Только На более Мелком Таймфрейме Давайте Вот Переключимся На 15 Минутку Сейчас Я отключу Прокрутку Автопрокрутку Где она У нас Давайте На часик Обратно Вернемся Чтобы Посмотреть Где Это Сегодня Пятница Четверг Прошлый Четверг Да Допустим На 15 Минутку Сегодня Чик Четверг Ну На 15 Минутке Это просто Как один Бугорок Выглядит Давайте На 5 Минутку Перейдем Так Это Это Сегодня Это Пятница У нас А это У нас Четверг Вот Смотрите Вот вам Двойная Вершинка Да Двойная Вершинка Небольшая Да 20 30 Пунктов 25 Пятипунктов Двойная Вершинка Да И потом Большая Хорошая Отработка Вниз Вот И все Друзья То есть По разному Можно Интерпретировать Эти все Модели Да Но Самое Главное Знать Одно То Что Уровни Работают Они Действительно Работают Смотрите Как Как Четко Эти Уровни Проведены Мною По истории То есть Там На Этой Паре Вроде Даже Уровень Взят Там Чуть ли Не С 16 Года Но Смотрите Как Он Четко Здесь Вот Отрабатывает Да Ложное Пробитие Опять Ложное Пробитие Да И Цена Спустилась Вниз Смотрите Вот Как Этот Уровень Тоже У нас Отработал Да Чик Цена Пошла Вверх Ложное Пробитие Чик Касание Да Цена Поминжевалась И еще Немного Приспустилась Но До Этого Уровня Не Дошлась Небольшим Люфтиком Да Тут Что Тут Даже Одного Пункта Старого Нету Десять Но Девять Новых Пунктов Вот Сейчас Пара Подымается Дальше Над этим Уровнем Закрепляется Будем Следить Мне Мне Интересно В этой Паре На Лонг От Десять Восемьсот Шестьдесят Шесть Итак Друзья Сработал У меня Алерт Сработал У меня Алерт По Инструменту Франк Да Да Франк Йена Что У нас Происходит А Происходит У нас Следующее У нас Здесь Была На Часовом Графике Двойное Дно Красивое Нарисовалось Немножечко Пошла Отработка Потом После Этого Пошел Откат На Плечо Но Как Мы Видим Лоу Не Был Перебит Да То Не Были Перебиты Вершины Обратно Поджимают На Покупку Появился Какой Покупатель Да Опять Ж Формируется У нас От Уровня 650 Сформировалось У нас Обратное Сформировалось У нас Ложное Пробитие Да Модель Ложного Пробития От Уровня 100 650 Да И Как Мы Видим Цена Себя Полностью Уже Отработала 45 На 158 И Подошла К Этому Уровню Но Как Мы Видим Сегодня Уже Тест Уровня Был И он Был Неудачный Да Но Опять же Модель Модель Двойной Вершины Еще не Отработалась Вот только Отрабатывалась Там на 100 Семь-то Пунктов 130 130 От 350 Это Даже Ну Это 30 Процентов Да Это Всего Лишь 30 Процентов Как Мы Знаем Двойная Вершина Должна Отрабатываться Лучше На 70 Процентов Где-то Хотя Бы 250 Должна И Вот В принципе Здесь Если Сейчас Вот Мы Видим На Часовом На Часовом Графике У нас Образуется Что-то Похожее Да Вот Смотрите Как Один в Один Получается Что-то Похожее На На Нашу Пробойную Модельку Да Вот У нас Было Локальное Движение Вниз Теперь Локальное Движение Вверх И вот Если Сейчас Вот этот Барчик Сделает Ложный Пробой И Закроется Под Под Уровнем Да Новый Откроется Под Уровнем И Начнет Двигаться Вверх Будем Входить На Покупку Опять же С Небольшим Стопом Здесь Можно Войти Да В районе Вот Буквально Пяти Пунктов Да Ну Я так Думаю Что там Пунктов Шести Или Шестидесяти В новых Пунктах Да Ну Будем Следить За 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 Этой Валютной Парой Принесем Ее Себе Поближе Да Вот сюда Чтобы она У нас Была Возле Наших Основных Валютных Пар Раз Два Три Четыре Пять Шесть Сем 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 У нас Основных Вот Жалко Что Нельзя Нельзя Как-то Сделать Какие-то Пометки Да Или Поставить Какие-то Я не знаю Звездочки Да Там Что Было Наверное Есть какой-то Индикатор Рисовалки На этом Самом И только Этим Можно Да Себе Какие-то Ставить Допустим Знаки Наверное Стоит Поискать Такой Индикатор Опять же При движении Вот Этим Да При движении Будет ли оно Двигаться Скорее всего Что нет Потому что Рисовалка Она просто Привязана К пикселям Поверх Поверх Окна Да То есть Если мы Сдвинем Уже На одну Сторону То Этот Значок Будет у нас На другой Валютной Паре Вот Ну что Мы наблюдаем Наблюдаем Мы что Цена у нас Пробивает Уровень Да Ну Как бы Никакой модели У нас Пока что Нет Да У нас Модель на пробой Вот такая Вот Ну вот Если она Сформируется То тогда Попробуем Здесь Отторговаться Да То есть Что нам Надо На данный Момент Нам надо На данный Момент Нам надо Уровень Вот этот Вот Алерт Поставить Вниз Да Ниже Сейчас Цены Вот Если цена Закроется Тут Вернется К этому Уровню Да Тогда Мы Сможем Тогда Мы сможем Отсюда Потом Входить Опять Ну все Будем Следить Будем Смотреть Надеюсь Что Моделька Сформируется И мы Попробуем Зайти На пробитие Попробуем Зайти На пробитие Все Ставлю На паузу Итак Друзья Сработал У меня В очередной Раз Сигнал Сейчас Покажу Вам Как Он Работает Когда Цена Подходит Сейчас Что-то Не Хочет Вот Наверное Было Громко Да Извините Я уже Потом Понял Ну Толкаю Цену Вниз Да Если Перейти На 15 Минуточку Глянуть Вот Вообще У нас Формируется Да Формируется У нас На 15 Минутке От Этого Уровня Обратное Движение Да Ложное Пробитие Этого Уровня На 40 Пунктов Ну И Может Даже Быть Большой Откат Да То Мы Знаем Что Мы Брали Такие Движения Мы Брали Такие Движения Когда Работали На 15 Минутке Да 40 На 120 И Даже Может Быть Такое Что Наша Часовая Свеча Не Сформируется Не Сформируется Сейчас В нужную Нам Сторону Да Потому Что 120 Пунктов Это Будет Где-то Здесь И Будет Будет Просто Очередное Ложное Прокалывание Ну Посмотрим Посмотрим Что Произойдет Это Франк Йена У нас Пара Франк Йена Где Цена Как мы Видим Поджалась Очень Красиво К уровню Да Идет У нас Поджатие Я бы Не Сказал Что На Маленьких Барах По 100 По 100 Пунктов В час Но Достаточно Таки Хорошее У нас Идет Поджатие Да Плюс У нас Здесь Двойное Дно Было Сформировано Которая Себя Пробовала Отработать Но Не до Конца Отработала Сейчас Цена Вот Обратно Идет Вверх Ну Будем Ждать Друзья Будем Ждать Не Забывать Об Этой Валютной Паре Пускай У нас Здесь Стоит Алерт Время От Времени Нам Напоминает Когда Цена Возвращается Под Уровень Чтобы Мы Смотрели Что Здесь Происходит У нас А В принципе Допустим На той же Пяти Минутке Или На Минутке Можно Посмотреть Где У нас Есть Какой То Уровень Поддержки Или Сопротивления А Кстати Вот Мы Чуть Ниже Него И Встали Да То Вот Здесь У нас Что Похожее На Уровень Да Вот Цена На Минутном Графике Копейка В Копейку Копейка В Копеечку Ударяются Да То То Есть Я Сейчас Немножечко Подтяну Это Все Дело Где У нас На Часовике Да Надо Это Вот Так Вот Сделать Поближе К Нашей Цене На Минуточку Перейдем Блин На Минутке Не Видно Не Видно У Нашей Линии Ладно Ладно Так Сделаем По другому На 15 Минутку И Вот Так Прям Поставим И Теперь Перейдем На Минутку Да Вот Теперь У нас Видно Да Вот Мы Подожмем Ее Ровно Ровно Ровненько Под Этот Уровень Да И Чтобы Мы Знали Когда Цена Будет Возвращаться Под Под Уровень Кстати Произошел У нас Небольшой Перехай Да То есть Цену Тянут Вверх И смотрите Как На минутке Видно Как Цену Тянут Вверх Да Вот Был Небольшой Тянут Вверх То есть Вероятность На покупку У нас Очень Большая Но Мы Ждем Формирование Нашего Сигнала Да На На Лонг Потому Что Мы Работаем Строго Работаем Строго По Модели М3 На Пробитие Да Других Моделей У нас Нету Вот По Модели М3 У нас Сигнала Нету На покупку Просто Идет Пробитие Опять же Если Сформируется У нас Здесь Сейчас Такой Бар Да У нас Тут Сколько 800 850 Да 800 850 Разделить На 5 Это Получается 170 Пунктов Если У нас Цена Сейчас Пройдет В эту Сторону Ну 170 Пунктов Это Будет У нас Очень Сильно Большое Это Опять В район В район Этого Ложного Пробития Это Конечно Себя Отработало На лимитах Да На 900 Уровне Оно Было Да Какое Тут 900 Да 900 Уровень 110 900 Да Она Себя Отработала Еле Скажем Так Да Сколько Тут у нас 100 А нет Тут хорошо Себя Отработало Кстати 50 Да 50 На 150 Цена Прошла Взяла Ну Вот Будем Смотреть Если Может быть Здесь Такое Что Здесь Будет Сейчас Формирование Формирование Ложного Пробития Почему И нет Кстати У нас На этой Горизонтальной Линии Почему То Нету Алерта Добавим Алерт Тут Есть Алерт Кстати Он тут мог быть Я не знаю Как работает Этот индикатор Он Наверное После Нескольких Срабатываний Потом Убирает Вот эту Надпись Алерт Да Чтобы Не бомбило Почем Зря Все Ждем Друзья Ждем Потому что Уже Начинается Много Философии Лишних Разговоров Цена Пробила Уровень Возвращается Цена Работает Сейчас С уровнем Посмотрим Будем ждать Закрепление Цены Да Или Под уровнем Закрытие Цены Под уровнем Или Над уровнем И тогда Уже Будем делать Выводы Это у нас Пробитие Или Это у нас Ложное Ложное Сложное Пробитие Да Вот Если у нас Будет формироваться Ложное Сложное Пробитие Тогда Идем на Short Если у нас Формируется Пробитие Да С закрытием Под уровнем То тогда Будем идти На лон итак друзья по евро доллару мы видим такую картину наша цена прошла уже 200 пунктов в нашу сторону да мы просто обязаны перенести стоп лосс без убыток давайте для этого перейдем на более мелкий таймфрейм и наш стоп лоссик потянем в без убыток да ok промеряем чтобы был действительно без убыток еще немножечко да вот где-то в районе 13 пунктов пока что отрабатывает достаточно четко отрабатывает у нас наша модель ложного пробития да причем что здесь у нас случилось сложное сложное пробитие до тремя барами видите все равно цена пошла вверх вот как хорошо видно когда на рынке присутствует крупный покупатель как мы видим 150 новых пунктов до цена идет в нашу сторону и даже не останавливаясь то есть два часа подряд цена себе идет в нашем направлении отбившись от уровня да то есть здесь мы наблюдали за ценой что происходилось на этом баре мы открылись да мы ожидали получается пробитие и входа на short но этого это не случилось да у нас сформировалась наша модель ложного пробития и сейчас цена вот достаточно таки успешно идет вверх ну все будем следить сейчас вот мы дошли до уровня дневного от ара да здесь как бы особо никакого такого уровня нету вот пятницу здесь немножко цена притормаживалась да было касание у нас как бы этого этой линии но она достаточно хорошо потом отскочила вниз потом опять пошла вверх то есть но нету такого уровня это уровень какой-то проторговки и просто цена останавливалась на данном часу может быть такое что и сейчас у нас цена остановится да немножко отъедет вот и потом продолжит свое движение потому что покупательная способность как мы видим намного намного сильнее чем да чем от этого уровня я имею ввиду чем продажная была то есть даже если перейти на 15 минутный таймфрейм мы видим что здесь было накопление под уровнем да цена пробила уровень было накопление под уровнем но потом у нас цена разворачивается в другую сторону то есть появился какой-то покупатель который от этого уровня захотел купить да вот немножечко сходил за стопами тех кто сидели здесь в шорте да то есть мы видим стандартный поход на 100 пунктов за стопами да вот и пошла покупка то есть шортистов получается выбили и пошла покупка вот и и получается теперь на этих всех уровнях видно вот как срабатывают стопы да то есть здесь у нас первые стопы шортистов сработали где-то до порядка 120 пунктов вот первые стопы тут вот вторые 50 пунктов вот смотрите как четко 40 50 пунктов получается и импульс 40 50 пунктов и импульс на 30 тут уже поменьше начали стопы ставить да вот четко видно где у людей вот возле этого уровня у тех людей которые работали на шорт были где у них были стопы да то есть где импульс идет где идет вот отсюда до открывается об импульс на 50 пунктов то есть у кого-то здесь здесь стояли стопы да вот ребята открывались за уровнем под уровнем да где-то 30 пунктов на на продажу 30 на 90 вот так и цена и приблизительно сходил то есть стандартная стандартная у нас отработка вот набор позиции до появилась грубо говоря если говорить более какими-то классическими определениями да что у нас случилось у нас случился пробой уровня до пробой уровня потом здесь было приглашение на продажу всех желающих да то есть люди у нас по входили на продажу но силы силы продавцов не хватило для того чтобы пойти вниз да и вот здесь вот лимитную какую-то заявку да получается пробить вот был прокол но цена вернулась обратно и потихоньку пошла вверх формирующий на часовом графике у нас модель ложного пробития и мы отсюда вошли на покупку да причем что как мы видим сформировалась у нас ложное сложное пробитие тремя барами то есть цена пробивалась еще что более подтверждает нам то что нету покупателя то есть еще разок был поход за уровень но цена здесь не закрепляется идет вверх вот то есть здесь можно было даже пробовать добавляться еще одним лотом на на покупку но у меня по мани менеджменту и риск менеджменту к сожалению такой возможности нет потому что потеря потеря на один на один вход заходи заходишь нет потеря собачка моя пришла ко мне потеряна на на один на вход в рынок у меня может составлять не больше одного процента да вот а этот самый а если бы я открылся то уже два то есть по одному инструменту два процента два процента у меня дневной риск мой да то есть я на я на день я себе сократил риски все для того чтобы отрабатывать только какие-то четкие хорошие сильные модели да вот то есть чтобы входить строго по алгоритму юрия и ничего другого даже не рассматривать то есть чтобы все компоненты такие как от и ар до пройденной баром пробойным до модели нашей чтобы это все совпадало и тогда она действительно будет работать по-другому она просто напросто работать не будет друзья все все следим не растягиваем видео следим что будет дальше происходить у нас стопик перенесли все хорошо пока что все удачно ждем ждем тег профита итак друзья так как я и думал да не сформировалась у нас пробойная модель да но ух какие конфетки у тебя хорошо вот не сформировалась у нас пробойная модель когда бар пошел повыше вот закрепился но зато сейчас у нас формируется ложный пробой 2 да то есть один был здесь цена сходила сюда сейчас откат случился и вероятность того что цена теперь пойдет вниз намного выше перестань пожалуйста шарудить папа занят вот поэтому наверное есть все-таки возможность да войти у нам сейчас сделочку давайте промерим что у нас здесь происходит а происходит у нас здесь следующее достаточно небольшой стоп лосик можно сейчас поставить до в районе 75 пунктов а даже и того и меньше потому что цена у нас немножко вышла уже за уровень но мы должны были входить да по по всем правилам нашего так сказать по всем правилам модельки нашей ложного пробития вот мы уже должны были быть в позиции там где-то 75 пунктовым 75 пунктовым стоп лосом давайте перейдем на минутку более детально рассмотрим что у нас здесь сейчас происходит так было какое-то консолидации цены над уровнем но покупателя не оказалось до который бы смог дать резкий импульс на покупку и цену начали давить на продажу до сейчас вот тоже какое-то такое но опять ее поддавливают на уровню да вот поэтому мы уже должны были быть в позиции я немножко отошел от компьютера пропустил сигнал то есть я бы уже где-то здесь бы был бы и вошел вот поэтому считаю разумным сейчас войти да и стоп установить где-то на 10 пунктов выше нашего ближайшего хая вот да и это как раз и будет даже вот видите сейчас мы можем войти с 50 с 5 пунктовым стоп лосом да и будем ждать пробоя вернее отработки нашей модели 50 на 50 допустим 75 это цена у нас должна уйти 140 где-то на 210 да где-то вот должна лоу побить получается или хотя бы подтвердить этот лоу возможно возможно так как покупателя мы видим нету нарисуется наша модель ложного пробития опять это себя модель до на 900 уровне очень даже неплохо отработала на 150 прошла вниз поэтому вероятность того что и это опять же нету покупателя был какой-то импульс небольшой но потом опять цена пошла вниз сейчас опять вроде какой-то был импульс но опять цена пошла вниз опять же у нас идет сжатие пружины нашей и пробития вероятно будет вниз вот поэтому можно попробовать здесь сейчас войти на сделку в принципе мы уже должны были быть в сделке да уже должны были быть в сделке но опять же есть одно условие которое нам не позволяет войти в сделку это у нас меньше атр общий атр у нас 800 да этот атр у нас 500 то есть грубо говоря все равно у нас дневной атр у нас больше ста пунктов или 10 пунктов ну здесь почти был такое на то есть выискивать выискивать здесь вот был сто процентов до было больше ста пункта движения цены и обратный ход соответственно был не маленький тоже да и обратный ход был на тоже там на 230 пунктов здесь же у нас ход цены вот смотрите как она закономерность да то есть цена была у нас здесь ход цены был на 300 потом откат был на 200 то есть на 70 процентов да ну это если взять резкий откат был и больше откат опять же грубо говоря цена ходит вот сейчас у нас в этом коридоре в этом диапазоне поэтому вполне вероятно это эта модель себя тоже отработает поэтому предлагаю войти тем более что опять же говорю стоп лосс у нас небольшой стоп лосс у нас небольшой сейчас до 10 1 пункт если взять от нашей цены то есть сейчас с полтинничком новыми пунктами мы можем войти себе да и цену мы как видим прижимает к уровню прижимает опять же здесь вот формируется другое ложное да которая говорит нам что это на 15 минутки что наоборот что цена должна пойти сейчас вверх опасный такой момент опять же тут мы видим формирование двойного дна на 200 пунктов до которые может тоже на 120 пунктов где-то отработаться и мы можем получить здесь вероятность стоп лосс поэтому может быть здесь и стоит может быть здесь и стоит немножечко повременить и посмотреть как будет себя вести цена дальше и войти допустим же но опять же здесь сейчас допустим сформируется у нас двойные вершины до которые вот допустим цена еще походит сейчас ударится и будет у нас двойная вершина на на короткосрочном дамон таймфрейме такое тоже непонятное что творится но по часовику мы должны входить в сделку по часовику должны входить сделку стоп лосс реальный вот даже от этого уровня у нас получается сейчас уже где-то около 40 до 44 45 ну давайте давайте войдем в сделку все мы ждали этой сделки дождались ожидали что будет с нашей ценой почему нет войдем на сайл войдем на сайл стоит просто со стоп лоссом 50 на 150 вот как раз все друзья буду ждать смотрели что будет происходить вот отработается ли у нас опять за сегодня до ложное пробитие по данному по данному по данной модельки да вообще как бы самый лучший стоп лосс это было бы за хаи за вот эти хаи спрятать да за вот эти хаи потому что прятать за ближайшие хаи не очень разумная как бы идея может цена пойти продолжить просто может продвинуть немножко хай допустим да и потом пойти в нашу сторону и мы можем ловить стоп лосс но опять же по модели как мы видим хаи мы прячем за локальные за локальные эти но опять же прячем за локальные за локальные хаи но если может быть у нас нету каких-то рядом стоящих локальных хаи да сегодня у нас уже были хаи то есть кто его знает кто его знает как здесь будет здесь будет быть вот ну вошли уже что же делать будем сидеть будем сидеть потому что если мы сейчас еще отодвинем цену на 50 то тогда и тейк профит у нас отодвинется до больше он станет то есть у нас сейчас 50 на 150 а так станет на 300 до 100 на 300 100 пунктов 100 на 300 станет у нас но опять же где-то сюда я и прогнозировал ход цены где-то сюда и прогнозировал от цены блин разумным конечно есть спрятать за хаи вот эти хотя бы хотя бы вот так вот чуть-чуть да что здесь у нас получается у нас здесь получается 12 пунктов старых 121 новый мне друзья давайте это все все таки дело раздвинем потому что не знаю вероятность вероятность того что цена все таки дойдет до этих хаи великовата хотя опять же если тут идет поджатие да вот как мы видим да сейчас у нас как бы трендовая трендовая поджатие идет опять же здесь можно даже сейчас вот эту нашу сигнальную сигнальную линию провести да если скором времени мы получим а где-то здесь ее прокалывание вот можно будет даже зайти и закрыться вручную да вот почему нет до зайти закрыться вручную все сделка пошла против нас но опять же тогда и стоп лосс можно подвинуть сюда но такое короче анализируем просто анализируем так друзья ну и давайте 2 опять же 2 мы подвинем вот так вот да то есть что у нас здесь получается такой какой-то трехугольник не совсем не совсем правильный да больше резкий вверх и более пологий вниз да может я его неправильно провел может надо было аж отсюда вопроводить да вот так было бы правильнее все таки начало дня у нас здесь вернее не то что начало дня а самый нижний нижний лоуна ну как мы видим и так так у нас будет просто граница канала да а верхний верхний лоуна здесь нижний лоуна здесь верхний лоуна здесь это было ложное пробитие да как то так можно это все расшифровать вот было еще касание вот еще касание да ну все смотрим ожидаем итак друзья как мы видим прогнозик наш правильный то есть вход тоже у нас правильный моделька начинает себя отрабатывать да формируется наша моделька немножечко немножечко не так она закрывается до закрывается она выше уровня конечно но после этого открывается и начинает идти вниз формируя достаточно неплохой импульс 70 пунктов до буквально за пару минут вот 13 минут до еще даже 1 15 минутной свечи не прошло да вот как раз мы видим 1 15 минутная свеча достаточно хороший импульс что значит что продавец в данном инструменте у нас появился да вот и хочет тоже получить прибыль на данном инструменте все друзья будем следить смотреть что будет происходить с нашей ценой куда она пойдет тейк или стоп все все будем смотреть говорится итак друзья по евро доллару мы закрываем со стейк профитом итак друзья получаем мы тейк профит по евро доллару но вот фунт иена меня сейчас немножечко под расстраивает да подходит она к нашему трехугольнику как вы видите четко удар у нас был в эту грань да и отсюда отбилась резко вверх причем импульс пошел ну очень сильный вверх и и мне кажется что все таки может быть у нас здесь сейчас стоп лосс вот и ну как бы посмотрим будет или не будет потому что ну как бы цена была здесь и буквально там в течение трех минут она уже пошла к этой грани и вот сейчас пытается ее пробить давайте на 15 минутки более детально рассмотрим да причем здесь у нас был крестик нападения да как мы видим а я вот на 15 минуточку не переходил дав то есть на 15 минутки вот такой вот бар закрытия с открытием и закрытием бара практически в одном и том же самом месте означает то что то что у нас движение нисходящая заканчивается то есть до сила его теряется начинают действовать покупатели от данного уровня то есть что произошло у нас у нас здесь уровень середины от иара как мы видим цена уже сегодня его пробивала и я рассчитывал на то что у нас здесь сформировалась ложный пробой сформировался до на часики вот как здесь я надеялся на то что цена от этого ложного пробоя точно также пойдет вниз причем что ну как бы перехая у нас не было до никаких то есть выше вот это вот этих хаев до этого у нас не было до получаем свой законный стоп лосс на 6 долларов вот немножко немножко как-то что-то не то то есть как бы видим видим что франк иена у нас немножко работает интересно да немножко у нас работает интересно не отрабатывает у нас модель опять же такое мы ей мы видели и на евро долларе да когда у нас резко барра разворачивался какой-то импульс ну допустим не могли пойти сходить в нужную точку на продажу да потом крупный игрок делая допустим резкий рывок вверх чтобы повыбивать стоп лоссы всем кто у нас открылся на продажу да вот как что мы сейчас видим следующий получается следующий рывок у нас может пойти вниз не да это у нас простите за столь громкий шум но ничего с этим делать не могу вот только сейчас так и вот сейчас допустим у нас может опять цена ну все знают что стопы все ставят в этом диапазоне да то есть выше выше ближайших хаев ну вот вот они и сходили за на 20 пунктов до 20 новых пунктов сходили за этими стопами и сейчас если будет резкий импульс вниз можно будет еще раз попытаться войти на продажу поэтому поэтому что мы сделаем мы сделаем мы следующее мы нашу линию поддержки перенесем вот в этот уровень да ну это наш алерт перенесем вот в этот уровень для того чтобы где мы входили в прошлый раз если цена пойдет опять вниз будем пробовать перезаходить ну и наверное будем переходить уже перезаходить уже с правильным стоп лоссом да за эти хаи вот и будем пробовать еще раз брать это движение тем более что у нас еще одна модель ложного пробития сформируется на опять же может быть этого не стоит делать но я говорю я бы я вот сильно сомневался что правильно я стоп поставил за ближайшие хаи так как у нас уже перехай был сегодня да это внутри дневной перехай и надо было стоп лосс прятать обзор рынков от александра михалыча вышел надо будет сейчас пойти посмотреть вот но опять же я как и хотел здесь стоп лосс поставить но почему то поставил здесь ну потому что у нас по по нашим моделям да мы ставим стоп лоссы но опять же по нашей модели нету перехая соседнего да то есть есть только направленное движение цены бах-бах и возврат обратно ну вот поэтому посмотрим что будет здесь происходить но пока что то что я вижу идет какой-то такой набор позиции опять же может быть захотят захотят отработать у нас двойное дно величина двойного дна у нас 380 если округлить да то 200 200 пунктов это 50 процентов 240 пунктов это 50 процентов 300 пунктов это 70 процентов то есть вполне возможно что цена сейчас у нас и побежит куда-то сюда в этот диапазон надо следить смотреть все ставлю пока на паузу продолжаю следить за этим инструментом потому что пока что ничего ничего нету о доллар иена у нас достигла какого-то уровня пойдем посмотрим доллар иена доллар иена да достигает у нас этого уровня доллар иена вот она 10 10 пунктов от этого уровня давайте более детально на 15 минутки посмотрим что у нас здесь творилось по доллар иене а по доллар иене творилось у нас тут следующее у нас произошло пробитие на покупку да причем не маленькое на 200 пунктов ну вот потом здесь от каких-то уровней пошли вот от этого уровня да было ложное пробитие да локальный уровень у нас хай хай вчерашнего дня его пробили но не прошли да образовали сложные пробития тремя барами часовыми не это 15 минутка у нас да мы детально смотрим и после этого цена вот в этот у нас диапазон спряталась сейчас же она подходит у нас на повторный ретест то есть смотрим что у нас было раз два три обычно я вхожу на четвертый то есть если сейчас у нас будет ложное пробитие до этого уровня потом отход будет потом опять ложное пробитие вот здесь будем пробовать на пробитие проходить то есть у нас нету нету импульсного большого покупателя какого-то да вот цена в канале у нас задержалась задержалась нету большого импульса нету покупателя что у нас сделаю потише а то небось вам там уши да уши вам разрывает конкретно давайте побежим пробежимся посмотрим где здесь у нас сработало что тут точно пока нечему срабатывать еще цена не ударилась где-то у нас была сработка где же она была странно непонятно где у нас случилась сработка да опять сработка где же она у нас самое плохое в алерте в алерте первого типа вот этого да где трендовые линии можно выставлять это плохо тем что может тут тоже как бы 10 пунктов нет здесь больше самое плохое в этом индикаторе алерта вот вид а вот он фунт фунт заморгал понял понял цена пробивает у нас доходит до канала да сейчас будем смотреть куда у нас цена пойдет дальше если будет пробивать и поджиматься под уровень будем идти в покупочку друзья от этого уровня уровень у нас тоже сильный хороший запас хода есть у нас от этого уровня тоже около 300 пунктов если сможем войти хотя бы со стоплосом 100 да то будет хорошо тоже 1 1 к 3 ну посмотрим все понял отодвинул я по фунту отодвинулся здесь у нас пока что ничего интересного до уровней далеко по евро по евро доллару мы сегодня заработали друзья взяли мы по евро доллару 300 пунктов новозеландец у нас трется трется возле уровня но особо ничего не хочет делать да вот вот что то тут у него такое непонятное какой-то лимитный лимитный продавец стоит вот на этом уровне видите как четко барчик в барчик ударяется то есть какой то здесь вот лимитный продавец стоит лимитом зажал цену и не хочет выпускать и вроде бы и на продажу должна идти но и на продажу не идет да вот набирается позиция получается набирается позиция вверх-вниз 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 но мы пока не спешим знаем мы что новозеландец тоже у нас парень такой вредный да кстати вот здесь можно тоже трендовыми линиями уже и нашими алертными уже провести какой-то трехугольник сделать да плюс-минус вот здесь у нас был лоу дня и вот что-то в этом духе да вот у нас что-то похожее сейчас будет конечно опять тарабанить потому что вверх он у нас пробивается вот ну опять же может быть такое что цена тут и пойдет вверх давайте подетальнее проанализируем что у нас здесь происходило вот было тоже какое-то накопление да пятницу какое-то накопление но здесь я как помню и новостей тоже было много вот тут я даже торговал утром три ступлоса вроде и потом на обратке три три тейк профита или два тейк профита не помню уже вот так да здесь была новость утром была новость по Новой Зеландии и цена резко рванула вверх а потом я ее догонял или как я уже не помню короче не важно не столь важно на сегодняшний день то что я творил тогда я для себя выискивал какую-то смотрел стратегию утреннюю вечернюю потому что в скором времени я уеду опять на работу в Польшу и днем я буду работать с 7 до 6 вечера а с 6 вечера до 12 ночи можно будет что-то поторговать поэтому надо будет свою торговую систему конечно немножко подкорректировать под такой вечерний трафик скажем так ну пока что ничего по Новозеландцу я не вижу то есть консолидация какая-то была над уровнем реализация пошла у нас вниз этой консолидации да потом опять пошло вверх консолидация под уровнем реализация вверх потом вроде бы как появился у нас какой-то хороший продавец да который не дал опять выйти цене за вот этот уровень видим мы тоже здесь цена пробивалась но нет задавили задавили не дали Новозеландцу расти по соотношению к доллару да и сейчас цена опять у нас идет вниз опять какая-то консолидация цены под уровнем и сейчас начинается распил уровня видим немного вверх немного вниз немного вверх немного вверх с превосходством консолидации цены над уровнем что это может быть да непонятно ни хрена что это может быть то есть пружина у нас сжимается посмотрим что это будет или или это будет вверх или это будет вниз уже более детально сможем посмотреть тут да то есть ну как мы видим цена не доходит у нас буквально тут один пункт до нашей проведенной нами трендовой линии да и разворачивается он и уходит вниз опять к центру канала ладно друзья ставлю на паузу пока что будем ждать смотреть что будет происходить вот друзья посмотрите пропустил по евро сингапурский доллар инструмент очень такой себе хороший плавный инструмент как мы видим не особо сильно отреагировав шей на катаклизмы да было у него тут скачок был там на 4 евро против сингапурца да ну и потом в принципе вернулась в свою торговую зону да и что мы видим здесь по евро сингапурцу сейчас то что здесь такое какое-то рваное дно у нас организовывается да и цена потихоньку ползет вверх и сегодня мы проспали друзья вернее я проспал ложные сложные пробития этого уровня где можно было достаточно неплохо тоже заработать там где-то войти 90 да получается и на 300 тоже взять проспал проспал я кто-то пришел пойду погляжу надо надо всегда получается алерты расставлять баба пришла хорошо алерты не знаю почему у меня не стоял здесь алерт уже как говорится поздно алерты расставлять так погодите это что-то не то но поставим на всякий случай алерт 10 ctrl c кстати почему у меня здесь зеленые они красные уровни вот можно было здесь тоже заработать сегодня хорошее такое ложное сложное пробитие со всеми правилами нашими да то есть диапазон у нас да где-то 700 пунктов у нас получается падает резкий бар свыше одного отара за уровень да и потом себе успешненько двигается на покупочку пробивая уровень забирая всех лимитников которые снизу этого уровня стоят да и потихонечку двигается и 1 к 3 как раз вот мы видим четко забирается давайте я немножко увеличу да чтобы наглядно это посмотреть вот у нас цена находится здесь потом идет резкий рывок здесь у меня должен был алерт стоять на уровне я должен был зайти и посмотреть да и выставить алерт обратный сверху над уровнем да когда допустим этим баром бы цена подходила снизу чего я не сделал к сожалению или вообще лимитник поставить да но лимитник конечно надо ставить на новый бар а не на этот хотя опять же здесь мы могли войти да немножко запасик удать вот 80 80 и 80 160 240 пунктов отлично 240 пунктов даже бы здесь забрали зараза слепота дорабатывайте друзья обязательно вон тут даже какие-то новости по евро были у нас да ну как раз тут и цена и развернулась да евро начало расти вот поэтому друзья поэтому надо надо следить надо расставлять алерты сейчас уже конечно поздно сейчас уже поздно надо ждать или отката обратно к уровню но кстати перехая не было как мы видим хай вот этот вот образует у нас здесь уровень да вот локальный уровень чик-чик-чик-чик чик-чик так ну больше тут особо никаких уровней я не вижу такое вот разве что вот этот вот зеркальный уровень это с небольшим люфтом да вот тут как будто бы касалось получается вот тут и тут тоже есть люфт небольшой здесь кстати достаточно большой люфт вот вот здесь небольшой то есть да ну и вот здесь немножечко был прокол этого уровня то есть здесь это локальный какой-то уровень давайте его кинем чтобы видеть что у нас здесь есть хай 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 5 5 6 6 6 9 хай 5 5 6 6 9 4 5 5 6 6 9 4 пускай будет 4 уровня 4 пункта роли не играет как говорится оно как раз распределилось между этим и этим баром посередушке вот пускай будет так чтобы видеть что происходит у нас с ценой жаль жаль друзья жаль будьте внимательны домашку делайте хорошо записывайте все на бумажку видите я вчера поленился немного как бы быстренько пробежался уровни пораскидывал с алертами поработал плохо и вот пропустил хорошую сделку реально хорошую сделку ладно ставлю пока на паузу и так еще хочу обратить внимание на франк иену такое ощущение что появился у нас здесь покупатель какой-то не сильно можно сказать крупный да но какой-то появился потому что очень такие паранормальные бары сильные пошли да на покупку как мы видим да вот поэтому не будем больше влазить да вот на продажу чик-чик маленькие маленькие уменьшился и на покупку опять начали хорошие бары за минуту он по 40 пунктов цена проходит да сейчас будет перехай согласно тенденции вот а тут уже и до этого хая недалеко как говорится поэтому входить больше не будем ну попробовали ложное пробитие первый раз себя отработало да вот здесь от получается 900 уровня опять же мы уже недалеко возле 900 уровня поэтому может и не быть пробития его кстати кстати вот эта свеча часовая хай у нее был ровно 110 904 да то есть 110 904 у нее был вот поэтому я и говорю да что если бы мы нормальный поставили бы стоп лосс да выше они пожадничали они поставили 80 да то может быть и стоп лосса мы и не поймали вообще цена сейчас тут помельтешит помельтешит и пойдет себе в нашу сторону не раз уже такое было у меня с отработкой ложного пробития не раз такое было то есть цена любит возвращаться в диапазон откуда она начинала ходить то есть отсюда начинали ходить да потом пошли вниз немножко стопы повыбивали ее кинуло вверх то есть здесь что случилось у нас пошло резкое падение вниз да от уровня вот на 80 пунктов а здесь были стопы тех трейдеров да которые работали на покупку вот эти стопы повыбивало и цена развернулась и пошла в другую сторону попутно собирая новые лимитники на покупку но этого импульса не хватило опять же чтобы пройти больше тех же там 80 пунктов да в обратную сторону то есть сюда 80 и обратно 80 все и сейчас опять цена как мы видим у нас хочет уходить вниз посмотрим что будет происходить если не будет дальнейшего закрепления то возможность опять же прохода вниз велика опять же у нас тут двойное дно может быть это и началась уже отработка двойного дна да то есть пока не знаю будем будем следить за этим инструментом по евро доллару хочу еще раз заострить ваше внимание обратить ваше внимание на то как работают сильные уровни реально да была у нас сложная модель ложного пробития полностью себя отработала и как мы видим еще прошла тут буквально 30 пунктиков вверх сейчас разворачивается цена идет вниз то есть да вот хорошо себя отрават но будет продолжение движения как мы видим у нас тут тоже двойное дно сформировалось получило пробитие сейчас это может быть откатик небольшой да глубже дно у нас 350 имеет и 70% это где-то будет 250 да то есть за уровень мы сегодня должны выйти вот приблизительно плюс-минус где-то так смотрите друзья какая у нас красивая картина по по евро новозеландсу да смотрите просто дык-дык-дык пускай теперь мне кто-то скажет что нету уровней они не работают да они не существуют и все такое смотрите просто раз два три четыре на протяжении четырех дней вот этого уровня какой-то лимитный покупатель да покупатель потому что у нас на продажу цена никак не может пройти вот получается здесь стоит лимитная заявка какая-то которая все чтобы об нее не билось она все скупает и цена обратно возвращается да то есть все все скупает и цена отскакивает отскакивает смотрите просто сколько сколько на протяжении четырех дней да на дневку если перейти немножко это умножить посмотрите смотрите раз два три четыре мы просто не имеем права мы не имеем никакого морального права проспать пробитие этого уровня потому что если если этот уровень пробьется тут просто не за что зацепиться тут просто цена будет лететь я не знаю вот две с половиной тысячи пунктов просто бух поэтому проспать это движение нельзя поэтому мы сейчас себе здесь понаставляем все что только можно алерты кстати вот не стоит опять возле уровня алерт не стоит почему-то так а верхний какой-то уровень есть нету нету у меня тут никакого уровня а да потому что я только на продажу хотел отработать а на покупку почему на покупку не нашел уровня балбес непонятно давайте на дневку перекрою какая маленькая у нас это трендовая линия вот вот так вот мы сделаем себе растянем на себе эту трендовую линию снизу побольше так чтобы нам на пару дней хватило под выровняем ее перекос вниз вот так где-то здесь мы разместим на часик перейдем сможем мы ее дергать и вот так мы поставим вперед себе и будем ждать пока цена будет подходить у нас вниз и будем смотреть что она будет формировать но опять же смотрите если рассмотреть детально да то вот здесь как будто бы формировалось у нас как будто бы что-то у нас формировалось на продажу да пробойный бар да и там с 18 пунктовым стопом можно было бы уходить на продажу но оно не пошло на продажу отбилось и дало бы нам 18 пунктов стоп-лосс ну или 180 пунктов по-новому да поэтому друзья тут такое себе дело такое себе дело такая непонятная вроде прижимают но вроде уже и отжали да вроде бы и есть но нет у продавца да то есть лимитный покупатель у нас здесь стоит вот от этого лимита хочет скупать все что все что приближается да евро евро новозеландец вот такие друзья дела по такому инструменту но но я вам скажу вот это накопление да вот это накопление оно завтра послезавтра может так шурануть вниз вот как мы видим да тоже цена подошла ударилась в этот уровень потом был ложный пробой точно так же и тут у нас не такой большой конечно вот но был да то есть был этот ложный пробой вот потом цена обратно пошла вверх потом цена с еще большим упорством пошла у нас вниз да вот потом обратно то есть во первых здесь в глобальном диапазоне дневном идет набор позиции вот но мы свой маленький кушек здесь можем получить на продажу потому что был большой отскок вверх на 4 пункта 4000 пунктов да и сейчас вот к цене опять прижались причем говорю если на дневке посмотреть маленькими маленькими барами прижались причем сегодняшний сегодняшний хай у нас не перебил пятничный да пятничный не перебил четверг четверг не перебил среду среда ну короче все идет у нас к тому что вот здесь у нас сейчас должен быть хороший хорошее движение в них друзья поэтому пропустить его нельзя все алерты я поставил пускай оно пиликает мне пусть уши разорвет нельзя пропустить нам этот пробой будем смотреть как будет подходить будет ли хорошая хорошая подход ли будет красивенький на маленьких барах с поджатием да и тогда будем смотреть что с этим делать алерты расставлены все будем ждать итак попробуем да вроде запись пошла итак друзья смотрите что у нас произошло там где мы получили стоп лосик да франк йена все таки не надо было нам ставить стоп лос выше да потому что все равно бы мы его поймали этот стоп лос цена развернулась против против нас и начинает я так понял дорабатывать дорабатывать вот эту отработку двух вершин да было небольшое плечико сделали в эту сторону и теперь возвращается обратно на отработку вот поэтому цена идет потихоньку вверх хорошо что мы не поставили больше то убыток нас был бы больше на на 4 доллара поэтому вполне себе вполне себе адекватные стоп лосы ставим по нашей модели и не паримся короче да вот и стараемся стараемся просто в таких случаях не входить в такие вот модели где нету у нас АТР один АТР нету нету зачем вошел силы нету да на пробитие зачем входил на разворот непонятно учтем эту ошибку на будущее смотрите друзья получается по новозеландцу у меня сигнал включился да зашел я посмотрел и смотрю я друзья что пробило пробило наш треугольник вниз вот ну уперлось сюда и сейчас тут получается остановил остановился остановилась цена и стоит давайте на более мелкий таймфрейм перейдем посмотрим что у нас вообще творится вот что у нас тут творится творится у нас следующее цена ходила ходила раз два пробило вернулась у нас к этому диапазону получается получается что эта линия сопротивления которая у нас была да сейчас отыграет линию вернее линия поддержки отыграет линию сопротивления и эта отыграет линию сопротивления в принципе должна была цена начать падать но нет она возвращается обратно в диапазон да посмотрим что у нас тут есть почему она у нас возвращается и что за отработка может тут быть отработка чего отработка вот этого уровня получается скорее всего вот он да тут совсем мало должно быть 5х25 но цену опять толкаем это непонятно пока что что-то непонятное творится у нас давайте вот так вот раздвинем трехугольник на еще последим маленько ну явно что нету нету ни продавца ни покупателя потому что цена у нас сжимается да нету резкого импульса ни то ни в одну ни то ни в другую сторону поэтому входить сейчас куда-то чтобы нас просто размазали по рынку ну не хочу не не что пока что варианта я не вижу для входа давайте на часовик переключим посмотрим что здесь у нас на часовичке ну а на часовичке так оно и выглядит просто цена цена получается поджалась у нас к уровню сконсолидировалась у нас сверху над уровнем и все и ни туда и ни сюда какой у нас был диапазон проторгован в пятницу около 500 пунктов а сегодня 250 нету объема друзья без объема предлагаю не лезть в рынок то есть сейчас у нас уже 16.55 почти 5 часов вечера нету объема лезть не надо что-то вообще сегодня у нас весь рынок спит да немножко только евро доллар поработал да опять же в пятницу был объем около 600 даже 700 пунктов да а сегодня сегодня 400 да сегодня 400 весь рынок спит и в пятницу четверг пятница было и новостей много так здесь пока что прижимается к уровню но ничего не происходит можно чутка выше где-то вот в этот диапазон подвинуть вот так вот чтобы чуть мы быстрее отреагировали на этот коридор как вы видите цена застыла по фунту по фунту тоже не хочет двигаться да в этом диапазоне целый день сегодня рынок спит у нас понедельник рынок спит ну это это только один хороший знак что перестали банки накачивать да рынки и может быть сформируется какое-то более или менее постоянное какое-то движение и торговля потому что то что творилось на прошлой неделе это просто какой-то трэш был несусветный кстати вот здесь вот можно кинуть тоже трендовую линию да можно кинуть тоже трендовую линию потому что здесь вот у нас подходит подходит к уровню да и даже можно вот так вот сверху над уровнем кстати индикатор надо сделать чтобы он выкидывал нам окошко окно с сообщением стандартный аллер и окно сообщения вот да и включить конечно же звук и моргания звук и моргания вот двойное дно у нас здесь на часике будем ждать может быть даже сегодня может отработаться да что у нас тут по двойному дну большое дно на 400 ну вот если от уровня взять 300 хотя бы было бы неплохо да с возможным входом да около сотни 120 и взять 300 то было бы очень даже хорошо друзья то есть за вот эти за вот эти лоу спрятать наш стоплосс давайте посмотрим что у нас здесь на таймфрейме поменьше а на таймфрейме поменьше да можно вот за это да здесь где-то с 16 пунктовым стоплоссом зайти почему бы и нет ну опять же будем смотреть как будет подходить это все дело у нас вот еще у нас одно двойное дно было да на 300 только на 30% от работы ну вот оно большое двойное дно да раз раз два если цену дотолкаю до уровня то вполне вполне ну нет тут рынок тихий сегодня у нас тихий ну тоже 300 пунктов сегодня за целый день отверху до низу хотя уже половина нью-йоркской сессии да ну посмотрим посмотрим что будет твориться пока что ставлю на паузу кстати сколько там уже минут то видео уже почти два часа расфилософствовался я сегодня друзья итак друзья на часах у нас почти 19.00 18.50 больше никаких сигналов у нас нету рынок у нас окончательно умер сегодня то есть цена еле-еле там душа в теле вот поэтому подведем краткий итог до сегодняшнего дня итак правильно проведя уровни у нас совсем очень сократилось количество возможных делок сделок из всех инструментов которые вообще были мною обработаны за выходные и за сегодня у нас выстрелило всего лишь две сделки одна плюс одна минус но зато мы в достаточно хорошем плюсе сегодня 31 доллар общий давайте откроем историю откроем историю посмотрим то есть у нас было на 30 долларов сделка плюс и всего лишь на 6 долларов сделка в минус итого общая прибыль у нас 31 доллар ну это уже что-то ближе похоже к торговле чем когда у нас один день мы шли в плюс а потом на следующий день сливали в ноль а даже может быть еще и больше то есть что у нас теперь происходит у нас теперь более сильные уровни между которыми коридор как минимум видите 500 500 пунктов новых 500 600 вот и вероятность того что наша моделька отработается намного больше но если она не отрабатывается мы получаем коротенький стоп и на этом конец да давайте посмотрим что мы сегодня заработали заработали мы уже обсудили а именно как это произошло а произошло это просто произошло это просто сейчас я посмотрю не сильно ли тут музыка бомбашит вроде сильновато да дайте я нет скручу до 2 процентов это будет достаточно итак поехали что мы видели на дневном уровне на дневном уровне мы увидели что у нас идет v-образное движение да на больших барах цена поднялась вверх к этому уровню здесь сложилось ложное пробитие одно второе цена пошла резко вниз да вот здесь получается цена в пятницу почти дошла до этого уровня и мы ждали того что будет или пробитие этого уровня да или же ложное пробитие да или от и отскок цены от получается от этого уровня итак цена у нас как бы немножко сконсолидировалась в средине канала между двумя уровнями и потихонечку поджималась 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 после импульса и пробития уровня дальнейшего импульса не произошло на продажу сформировалась у нас модель ложного пробития да и цена пошла в обратную сторону мы здесь вошли ровно на уровне чуть выше уровня да вот вошли потому что уже видели что модель сформировалась со стоп лоссом опять же у нас не было никаких перелов рядом да вот что разрешило нам поставить небольшой стоп лосс в районе 100 пунктов и это очень даже хорошо и 300 пунктов мы заработали у нас здесь произошло сложное ложное пробитие тремя барами цена потом закрытие у нас было здесь да то есть мы вошли когда цена зашла за уровень но цена сразу не пошла в нашу сторону немножко откатывалась еще вниз закрылась здесь и пошла уже потом в эту сторону Даш проходи что ты там прячешься вот и пошла уже в нашу сторону и взяла take profit то есть в принципе анализ был проведен правильный АТР свечи у нас совпадал полтора полтора АТР что и должно быть да цена должна быть от уровня на полтора АТР потом быстренькое падение вниз да и плюс наш сам дневной АТР на шот он был из исчерпан что тоже как мы видим произошло да цена четко вот этим большим баром ударилась в нижнюю грань нашего индикатора и отсюда уже началось замедление то есть здесь был какой-то лимитный лимитный покупатель после чего цена пошла вверх больше ничего по инструментам у нас не было цены только вот вот по австралийцу надо будет следить за ценой потому что цена подошла к уровню и пока что остановилась да то есть смотрим четенько этот уровень у нас отрабатывает да вот раз вот два и цена пока что остановилась возможно завтра будет какое-то движение надо было бы его не проспать потому что здесь тоже хорошую прибыль можно взять двойное дно у нас может дать нам где-то 250 пунктов прибыли поехали дальше новозеландец так и застрял у нас в трехугольнике цена сжимается да как говорится пружина сжимается но ничего не происходит у нас с ценой то есть вот она здесь закрепилась если будут поджимать к уровню возможное пробитие уровня если начнет цена отходить и пробивать трехугольник будем заходить в лонги да вот поехали дальше доллар доллар иена доллар иена у нас тоже торговался в канале вот сейчас чуть-чуть отодвигал потому что сработал у меня алерт сейчас можно вернуть обратно вот и так как мы видим вот здесь стоит какой-то это на 15 минуточки да вот здесь стоит у нас какой-то лимитный продавец который не хочет пускать цену на покупку да то есть здесь много каких-то лимитных ордеров которые нету сильного покупателя да вот а лимитники на продажу на уровне 700 я так понимаю да держат плюс-минус цену с небольшим люфтом она проходит вверх и потом обратно возвращается вниз подходит вверх и обратно возвращается вниз здесь вот у нас какой-то лимитный лимитный продавец сидит да вот лимитный продавец который ну тоже не сильный и цена ни туда ни сюда не ходит дальше что у нас сегодня и второе у нас сегодня был у нас маленький стоп-лоссик да в районе здесь 65 пунктов да нас бы не спасло если бы мы поставили стоп-лосс за этот хай чего я не стал делать и правильно сделал потому что как мы видим был у нас перехай и мы получили просто больше больше стоп-лосс а больше он у нас был бы приблизительно где-то еще на 4 доллара так что хорошо что мы этого не сделали потому что все равно цена вышла сверху над уровнем и здесь и остановилась да и происходит какая-то консолидация над уровнем будем дальше наблюдать за этой парой что будет происходить в принципе в принципе вот это можно сдвинуть сюда над этим хаем да чтобы нам дало тоже алерт ну и в принципе все по остальным по остальным парам вот тут тоже у нас цена подошла опять к уровню и как мы видим тоже здесь какой-то стоит лимитный покупатель на этом уровне и не дает цене уходить ниже уровня то есть вот были какие-то мелкие пробития но цена возвращалась обратно да поехали дальше здесь ничего ничего тоже цена поджалась под уровень и здесь так и находится ну и все по остальным инструментам вроде ничего интересного не было да ничего интересного я еще сегодня буду проводить домашнюю работу еще там инструментов 5-10 добавлю проведу графики вернее проведу уровни вот а вам всем хорошего вечера вот всем пока до завтра ставьте лайки не забывайте подписываться на наши социальные сети на наш телеграм вайбер инстаграм все никак не добавлю группу в ватсапе но вот уже это сделаю и тех люди которые пользуются ватсапом смогут подписываться на ватсап все всем пока пока до скорой встречи